Мы живем в мире, в котором почти потеряли контроль над своим временем. Каждый день мы вынуждены отвечать на вызовы. «Привет, Джесси! Не уделишь 15 минут этому парню? Он хочет побеседовать о кокосовой воде. Не одолжишь 50 долларов? Не ответишь на этот имейл?» И мы вынуждены отвечать «Да», потому что не хотим никого подвести. Но мы теряем контроль над собственным временем. Как можно быть успешным и продуктивным, если кто-то другой контролирует ваше время? Я сделал очень простую вещь. Мы все это можем. Я нарисовал круг и сказал «У всех нас 24 часа в сутках, 7 из них мы спим. Остается 17 часов. Три из них я посвящаю себе и делаю все, что хочу. Бегаю, отдыхаю, читаю. Я не хочу обижаться на свою жену, своего босса, своего партнера за то, что они отнимают у меня то, что мне нравится делать, контролируя мое время. Три часа для меня. В среднем человек работает 40 часов в неделю, 8 часов в день, 7 часов на сон, 3 на себя, 8 на работу. Остается еще 6. Суета закончена. Конечно, у вас есть семья, вам нужно общаться, обедать, ужинать. Но смысл в том, что вы можете быть сверхпродуктивны, сверхкреативны и сверхсвободны, когда сами контролируете свое время, когда сами распределяете его. Я уверен, что большинство людей используют лишь 40% своих возможностей. У нашего разума есть управляющий. Его можно сравнить с машиной. Если у машины есть водитель, он может ей управлять. Машина может ехать 150 км в час, но водитель не поднимает скорость выше ста. Машина постоянно хочет ехать быстрее, но тот, кто ей управляет, говорит «Ну нет, быстрее ста мы не поедем». В нашем мозге есть управляющий. И это – механизм выживания. Он защищает нас от боли и страданий. Как только мы понимаем, что что-то идет не так, наш разум говорит «нет-нет, так не пойдет». Давай-ка сбавим обороты. Присядем и придумаем более подходящий вариант. Нужно понять кое-что о нашем уме. У него есть тактическое преимущество. В любых ситуациях, в любой момент жизни у вашего ума есть над вами тактическое преимущество. Почему? Потому что он знает, когда вам страшно. Знает ваши слабые места, знает всю вашу потаенную ложь. И он начинает уводить вас от всего этого. В том направлении, где вам комфортно. Ум управляет всем. Я осознал это, когда рос. Я весил 140 кило, у меня была куча комплексов. Я понял, что ум уводит меня в этом направлении каждый раз, когда мне приходится встречаться с трудностями и своими страхами лицом к лицу. Ум говорил мне «нет-нет, у нас тактическое преимущество». Сейчас мы просто устраним эти неприятные чувства. А вся наша жизнь – это чувства. Мы хотим ощущать приятные чувства. Мы не хотим чувства из разряда «вот дерьмо, зачем я здесь?». Мы не можем ответить себе на этот вопрос и просто сдаемся. Но я начал понимать, что в такие моменты мы можем ответить себе на этот вопрос. Что нужно просто определиться. Мы управляем своим мозгом или мозг нами. Вот в чем вся соль. И смысл правила 40%. Ты доходишь до 40% и твой мозг говорит «все, дело сделано». Давай-ка отдохнем. И ты сдаешься. А нужно понять. Ведь все люди разные, об этом часто пишут в книгах. Вроде «пять шагов к тому-то», «четыре шага к тому-то». Но лишь этим дело, не обходится. Нужно практиковаться, выработать привычку. Если вы поймете, что 40% – это боль, дошли до 40% и вам больно, только тогда включается нужная программа. Итак, я чувствую боль, и ум начинает впаривать мне всю эту чушь. Говорит мне «прекрати», «уходи», «беги». Он включает режим «бей» или «беги». Говорит нам, что мы недостаточно хороши. И ты начинаешь верить во все это. Потому что ум всем управляет. И вот в этот момент нам нужно снова взять контроль над умом. Сказать себе «так, давай посмотрим, смогу ли я дойти до 45». И как только ты начинаешь давать себе больше и больше надежды, ум начинает недоумевать. «Ты что творишь? Нам нужно идти направо, а не налево». В этот момент ты обретаешь контроль над умом. Начинаешь открывать в себе новые возможности. Понимаешь, что 40% только начало. Итак, дойди до точки, когда ум скажет «стоп». И именно в этот момент ты начнешь раскрывать себя. Самодисциплина необходима во всем, что ты делаешь. Совершенно необходимо. Если дисциплина исходит извне, то сложно поддерживать ее постоянно. Возникает соблазн отлынивать. Я постоянно замечаю в зале, что парни и девушки, занимающиеся под руководством тренера, просто ненавидят свои тренировки. Потому что дисциплина исходит не от них. Тебе не хочется идти на тренировку. Ты приходишь и думаешь «ох, тренер на месте, сейчас он опять все соки из меня выжмет». Но задача тренера – научить тебя тренироваться самому. Все, кто тебя тренирует – учителя, тренеры, помощники – должны постепенно минимизировать свое влияние, чтобы вы могли двигаться вперед и работать самостоятельно, оттачивая самодисциплину. Но вот что я хочу прояснить. Дисциплина – не наказание. Нет. Дисциплина – это тренировка. Вот и все. Недавно я говорил об этом с моим сыном. Я хотел узнать, правильно ли он понимает это понятие. Я сказал «Парень, ты знаешь, что я должен привить тебе дисциплину? Что такое дисциплина?» И он ответил «Наказание, наказание». Когда я сделал что-то не так, и ты меня наказываешь, я такой «Нет! Дисциплина – это тренировка». Если вы измените свое понимание дисциплины, вы начнете гораздо лучше относиться к дисциплине и самодисциплине. Прежде чем вы станете художником, который сможет рисовать из своего воображения, вы должны внедрить навык дисциплины. Дисциплина – это многократные повторения и усердная работа. Это жертва настоящим в пользу будущего. Но как только вы ее освоите, вам все начнет удаваться. И это относится почти ко всему, чему мы учимся. Например, научиться писать очень сложно. Везде есть определенные правила, которым необходимо строго следовать. И пока вы не выучите эти правила, вероятность какого-либо творческого выражения крайне мала. Вы – только начинающий. Даже если у вас есть некая возможность творческого выражения на этом этапе, вам нужно сдерживать себя, сжаться, чтобы пройти сквозь замочную скважину, за которой открывается совершенно новый мир. Именно в этом и заключается задача институтов и университетов – в сопровождении учеников на их пути. В развитии в них необходимы дисциплины, без которой ничего невозможно. Вот почему науки называются дисциплинами. Это не случайное слово. Сперва нужно сжать себя, а только потом расширяться вовне. Это часть процесса взросления. Это то, ради чего мы жертвуем детством. В детстве у нас есть только потенциал, но мы не знаем, как его реализовать. Возникает вопрос, как мне его реализовать? Ответ таков – отбрось все, кроме выбранного пути. Это из комментариев Нейдше о католической церкви. Он восхищался ей, несмотря на то, что всегда ярко критиковал христианство. Дело в том, что католическая церковь заставляет нас воспринимать все посредством единственного подхода к объяснениям. И это дисциплина. А как только дисциплина установлена, дисциплинированный ум может расшириться во всех направлениях. Именно так и произошло. Это часть взросления. Будучи тинейджером, молодым человеком, тебе рано или поздно придется пожертвовать своим детством ради одной, единственной цели. И рано или поздно ты достигнешь ее. Университеты – это часть этого процесса. Ведь без наставников – никуда. В жизни есть лишь два мотиватора – удовольствие и боль. И если природа дала нам лишь две эти вещи для мотивации – боль и удовольствие, то зачем мы пытаемся устранить одну из них? Большинство людей считают, что нужно жить, избегая боль. Но я хочу вам сказать, что жизнь нужна и для того, чтобы испытывать боль и учиться у нее. Рэй Далио, самый успешный в мире руководитель хедж-фонда, вывел потрясающую формулу. Боль плюс осмысление равно прогресс. Если вы не чувствуете боли, то никогда и не осмыслите ее. Что до меня, то 80% своего времени я фокусируюсь на прекрасных вещах. На том, за что я благодарен, на том, что я хочу осуществить. Но 20% времени – это фокус на темноте. На безжалостном упорстве. Я осуществлю то, что задумал, даже если мне придется сломать себя. И я не боюсь этого, потому что знаю, насколько это мощно. Ученые хотели выяснить, как заставить людей выдерживать большие нагрузки, большую боль. Они брали человека, погружали его руку в ведро со льдом, и он должен был продержать ее там максимально долго. Сначала тебе просто холодно. Но вскоре тебе реально становится больно, и ты с воплем отдергиваешь руку. И ученые выяснили, что люди держали руку в ведре на 35% дольше, если им позволяли выпускать свой гнев. Им разрешили злиться, ругаться и делать что угодно, чтобы продержаться. Даже просто рассказывая об этом сейчас, я чувствую готовность. Я готов сражаться. Мои мышцы напряжены. Моя поза изменилась, подбородок опущен, мои глаза полно решимости. Я реально чувствую это. До этого я начал рассказывать историю. Я ненавижу тренажерный зал. Но чтобы заставить себя заниматься, я представляю свою жену на другой стороне зала и представляю, что на нее кто-то напал. Кто-то гораздо сильнее и больше меня. И мой единственный способ ее спасти – стать сильнее. В этом нет никакой красоты и эстетики. Все, о чем я думаю в этот момент – спасение моей жены. Часто в ответ на это я слышу «Что за фигня?» Но мне нужна такая мотивация, чтобы преодолевать слабость, боль, скуку. И это реально дает результат. Я придерживаюсь соотношения 80 к 20. Если превысить 20%, это все разрушит. Вы будете говорить себе «Эй, слабак, давай!» И если посвящать этому 80% времени, жизнь будет ужасна. Я не хочу так жить. Но если вообще этого не делать, ты никогда не выйдешь за рамки заурядности. Ты можешь быть неплох, даже хорош, но великим не станешь. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры создавал DimaTorzok